Всем привет, ребята! Вы на канале Тараканекс. Я пытаюсь забомбить четкий видос с помощью самоделок и пиротехники. Я попытаюсь забить кованый гвоздь в эту доску. Их здесь две вместе 37 миллиметров с помощью петард. Но, конечно же, самой петардой это сделать невозможно. Вспомогательный инструмент это есть кувалда. Вы просили сделать эксперимент с кувалдой. Вот он сегодня будет осуществляться. А я подготовил следующий набор петард. Их здесь 11 штук. Но есть спайрбласт и корсар 6. Они якобы одинаковы. И мы с них начнем и попробуем, какая из них все же будет сильнее. Какая поднимет кувалду выше. У меня есть советский старый Кантер. И мы сейчас попробуем свесить топор, чтобы знать, какую же массу мы будем перекидывать с помощью этих петард. Так. А масса у нас 6 килограмм 200 грамм. Зачем же я прибиваю эту установку к земле? Все элементарно, чтобы она не была подвижна. Сюда прикрепляем топор. И он при взрыве петарды должен перевернуться. Тем самым никуда не должен двигаться. Есть труба. В этой трубе будет взрываться петарда. Когда я делал пиротопор, я сделал установку цельную. На той же самой установке был топор. Я сейчас это сделал чуть-чуть по-другому, чтобы не получилось, как с топором. Все независимо. Если, допустим, труба отскочит, а это будет неподвижно. И я уверен, что это сработает, будет все четко. В общем, я прибиваю. У нас прошел дождь. Земля сыровата. Но ничего, она будет выдерживать. Вы пишите в комментариях, сделать эксперимент со льдом, пока зима. Сложно назвать нашу погоду зимой. На улице плюс 10. Так что я даже сомневаюсь, возможно ли сделать видос со льдом. Хотя есть очень крутые идеи. Только будет мороз, будет лед, будет бомбовский видос. Ух ты, парень, красавчик. Где-то посеял я уже шайбу еще одну. Их должно быть две для меньшего сопротивления. Кувалды к уголку. Есть! Вот так это мы дело завернули. Вы ознакомлены с моим арсеналом. Пишем в комментариях, какая петарда перебросит эту кувалду. Не надо перебрасывать на 180 градусов. Достаточно подбросить эту кувалду 90 градусов, и она дальше будет падать под своим весом. Так. Ну что ж, давайте будем приступать. Петарды сбрасываем. Устанавливаем доску. Вот так вот. Далеко. Далеко. Наживили мы гвоздь. Возвращаем кувалду. Сейчас будет четко. Так. Так как я и говорил, начну я с двух петард. Корсар 6. Золотой дракон. И спайр бласт. Это аналог 6-го корсара. Посмотрим, кто из них сильнее. Но, конечно же, напомню, ни в коем случае не повторяй, так как это очень опасно. Я соблюдаю технику безопасности. Вы не повторяете. Золотой дракон. Корсар 6. Огонь. Оказывается, корсар 6-й мощный. И он сумел ее перекинуть. Если перейти к петардам посильнее, они вообще поломают эту доску. Разбомбят ее на две части. Гвоздь влез практически до средины. Смотрите. Я вернул кувалду в исходное положение. И труба немножко дошла. Потому что был толчок, и она отскочила. Золотой дракон справился на ура. Спайр бласт. Поправляем нашу трубу. Спайр бласт зарекомендовал себя слабее. Все же золотой дракон был повеселее. Получается, у нас доска не закреплена. И она при ударе об гвоздь подскочила. И отскочила немножко в стороночку. Кувалда упала рядышком. Вот уже вылез наш гвоздь. Цель сегодняшнего эксперимента попробовать, какая петарда перебросить. Мы уже увидим, что Корсар 6 способен перебросить. Пишите в комментариях, что поразрушать данным способом. И я это обязательно совершу. Продолжаем дальше. К-44. И К-44! Красава! Он расколол нашу... Ух ты! В общем, получается, длина гвоздя. Вот она вбилась. Вот она вбилась в следующую доску. И расколола тем самым... У нас доска сосна. Сосенка. И она расколота. Выбрасываем. У меня есть такой вот пенечек. Он был чопик, когда мы делали эксперимент в норе. Вот сейчас мы в него попробуем вогнать. Это была сосна. Гвоздь забивался поперек волокна. А это, получается, сейчас будет вдоль. Наживляем. Вот так. Следующая петарда Crazy Robots. Кстати, напишите еще в комментариях, зачем нужна эта полоса. А я после взрыва скажу. Вы пишите сейчас. Оправдается ваше предположение, либо же нет. Сильная петарда. И смотрите, что она наделала. Она практически полностью вогнала сюда гвоздь. А мы сейчас попробуем П-5000 добить его по самую шляпку. Здесь уже пошло на углубление, потому что петарда бьет не только вверх. Она расходит энергия по все стороны. Тем же самым бьет трубу вниз. А, я же обещал сказать. Труба. Это сомнительного качества. Она старенькая. Старенькая. Снутри коррозия. И чтобы трубу нашу не разорвало, я ее укрепил дополнительным колечком. Кстати, и здесь тоже вот под форму кувалды сделал. Отличные хлопочки и ничего не происходит. Гвоздь, чем выше к шляпке, тем шире. И, конечно же, сложнее его туда вогнать. ПТ-77. Эта петарда поломала установку топора. Со всех петард, которые мы только что уже повзрывали, по моему мнению, самая сильная была это Crazy Robots. Следующая мы будем взрывать, это Клоун. Разрушитель унитазов. Вслед за ней пойдет Горилла Бум. Это, в общем, походу кореша. Ай, да Клоун, а это Красавелла. Мало того, что мы его сюда забивали, забивали. Так вот, уже сколько он в землю влез. Так что я продолжу с следующими петардами. Позабиваем этот топик в землю. Потому что я не думал, что вообще так быстро все произойдет, что даже Корсар 6 сможет перевернуть эту кувалду. Вес, напомню, 6 килограмм. А так, как я говорил, следующая петарда у нас Горилла Бум. А Горилла, Горилла, Горилла оказалась слабовата, потому что кувалда переворачивалась слабенько. Ну, попала, конечно, и... Ну, да. Чуть больше углубилась уже. Расшатана все. Сандали мне от Гуччи. Вот это все четенько. В общем, получается, при взрыве одновременно и труба наша углубляется в землю, и топик этот мы уже почти наполовину вогнали в землю. Давайте посмотрим же. Ну, вы, наверное, представляете, да, какая сила удара, что такую площадь мы вбиваем в землю. Ну, да, прошел чуть-чуть дождик. Ну, сыровата земля, но все же... Следующую петарду мы будем шандарахать. Это Ка-55. И вот, что я тут, короче, придумал. Сколько можно этому топику в землю вгоняться? А я вот поставил две досточки, те, которые мы раскололи. Возможно ли взрыв Ка-55 ударить кувалдой по этому топику, чтобы он переломал эти две доски? Я тоже не знаю. Давайте будем, посмотрел. Не сумела Ка-55 перебросить кувалду настолько мощно, чтобы она переломала эти две доски. Финальное шандарахающееся устройство это Ка-999. Способна ли она раздолбить этот топик вместе с теми досточками? Кувалда летела по своей траектории и попадала ровно в цель. Я бы сказал, шикардосовский получился видос. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!